так ребят всем привет сегодня у нас парфюмерное видео долго не снимала потому что вышла на работу и и вкалывала как папа карло некогда было снимать всегда был один выходной поэтому а в один выходной это святое дело надо позаботиться о доме ну и так сегодня парфюмерное давайте значит начнем прямо вот самого начала вышло несколько новинок ну в целом довольно много 2021 год такой богатый у нас на новинки вот первое что подготовила вам это либо от и в сын лоран либо в туалетной водички вышел по стоимости у нас магазине где-то буду озвучивать цены где-то не буду где записала там озвучим нас 30 миллилитров рифгош стоит 4555 рублей и так что могу теперь сказать про этот аромат смотрите ноты лаванда бергамот мандарин верхних нотах жасмин чай флёрд оранж сердце и в базе мускус ванили амбра слушайте сравнивают сравнивают этот либер с почему-то с альеном мюглеровским наверное насчет жасмина какие-то мысли у людей но вот альен у меня есть и хотя это не самый мой прям вот любимый аромат у мюглер он довольно сложно действительно очень жасминовый что касается либер ну вот они в целом совсем не похожи прямо тот слова совсем для меня но по интенсивности возможно когда кто-то сравнивал на фрагрантике с альеном интенсивности стала такой объединяющий ноты эти два аромата но для меня но если только вот поэтому их как-то можно вместе сопоставить потому что больше никаких таких углов соприкосновения я не и точек соприкосновения я в них не нахожу если спросите нравится ли мне это новая туалетная вода знаете мне сложно будет ответить на этот вопрос вам потому что мне и старая версия просто классический либер который вышел первому флагманский аромат он тоже мне как-то не очень то чтобы уж нравилось это немножко не мои ароматы не знаю что там меня смущает ну просто я равнодушна к ним я могу лишь оценить их стойкость шлейфовость какой-то вот знаете как для меня все-таки признак один из признаков хорошего аромата это стойкость и вот этот признак в обоих ароматах присутствует поэтому за это жирный плюс остальном полагайтесь на себя просто аромат немножко не из моей обоймы дальше дальше азуре вот тут интересная штука азуре от эсти лаудер знаете что интересная штука мне пахнет очень лилей аромат такой яркий вот прям немножко удушающий даже почему-то тигровые лилии так пахнут у меня а вот смотрю ноты и сейчас вам озвучу на верхушке бергамот лимон и мандарин сердце нерали соль морские ноты fleur d'orange инжир и в базе кокос кедр а кокосовое молоко кедр мускус амбраксан морские ноты согласны еще название такое азуре да вот что-то с лазурным берегом и флакон я наверно вам уже сейчас показала его увидите какой флакон действительно с морской тематикой но сказать что это про свежесть или про какое-то дуновение ветра свежего морского бриза тут немножко говорить так не приходится это скорее что такое как будто песчаная буря прошла и у вас в носу вот вместе с этими лилиями остатки пыли вот этой песчаный как будто вот песка много то есть такой немножко тяжеловатое началу аромата необычное тяжеловатое душноватое и не влюбляющие в себя сразу но но я думаю что все таки есть в нем какая-то изюмина надо поносить я не носила его на себе вот в магазине все-таки и восприятие сложно я уже не раз об этом говорила вам и я не успела еще так его попрактиковать чтобы надушиться и походить им вне магазина вне магазина поэтому я не буду вам рассказывать сейчас куда он там трансформируется вот на блотере у меня он просто стал цветочнее ушла вот эта припыленность ушла душноватость вот это такой знаете тяжелый лилейный прям вот немножко даже давящий флер да и осталось просто некая приятная цветочность с морским послевкусием вот так я предполагаю что на коже тоже соскочит слетит через какое-то время вот эта тяжесть который вам покажется в начале потом все-таки цветочности морские ноты озоновые какие-то вы будете слышать предполагаю что будет так но смотрите сами доносите сами думайте сами что касаемо моих наблюдений в магазине люди не бегут бегом покупать этот аромат они также тяжело его воспринимают не 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 случается любви с первого взгляда но для ценителей этот аромат будет однозначно интересен и так дальше дальше у нас новый аромат тоже у бренда вышел caroline rr это very good girl very good girl или и мы еще называем на тебя по-простецки сегодня в джазе только девушки посмотрела видите тоже вспомнила как мэрилин монро так влево вправо дефилировала понимаете чем да ну я тоже сейчас так немножко в камеру чтобы откликлись мы ну ладно собрались снова итак новая туфля туфля да мы зовем это красная туфля или новая туфля от каролина и рейры так 50 на ns или 30 миллилитров или 50 записала у меня у нас магазин стоит пять тысяч двадцать восемь рублей как-то так что по новой туфле она явно понравится тем кто любит вот такие вот такие ягодные ароматы она сочная яркая вот как моя сейчас футболка но на меня впечатление не произвела ровно никакого ровно никакого и только что понравился сам флакон он действительно яркий красный красивая такая туфелька какой бы женщине не понравился такой флакон но что касается аромата мне больше нравится первый все таки аромат и хотя многие считают его излишне сладким излишне восточным для меня он интереснее и носибельнее чем вот красная туфля потому что она для меня какая-то маловыразительная не в смысле что там не шлейфовая или не глубокая она довольно сладкая тут вот много ягод в не смотрите у нас личи красная смородина в головных нотах в сердце роза и базе ваниль и ветивер но суть ее мне не интересного суть этого аромата этого парфюма мне меня совсем не заинтересовало потому что это какие-то такие фрукты в каком-то пралине что-то взбитые взбитые сливки сверху понатыка на каких-то фруктов вот и все сладковато липковато и больше ничего интересного на мой взгляд но много восторженных отзывов на фрагрантике поэтому думайте сами решайте сами да может быть вы как раз вот относитесь к людям которым это все очень очень нравится и очень хорошо поехали дальше следующий у нас будет и доль от ланком новая и доль аура в туалетной водичке вот она у меня то что и доль аура меня приятно удивила скажу честно причем удивила она меня дома в магазине она меня тоже не впечатляла особенно ну начнем с того что опять же первые два аромата и доля таланком меня также не впечатлили вот из двух ароматов которые вышел самый первый флагманский аромат и доль потом вышла и долин танц из этих двух ароматов если сравнивать ну я отдала бы предпочтение все-таки первому аромату потому что вторую еще более древесный еще более какой-то усиленный да ну вот от слова intense он сам за себя говорит и это как с либр вот все что вот идет на это усиление мне не нравится там что-то такое что не импонирует моим альфакторным ощущением вот в этих обоих ароматах по я даже знаете какой-то для себя вот они эти два аромата они даже стоят у нас магазине рядом рядом стеллажики и для меня они оба вот вместе не совсем то что например меня интересует лично и я даже какое-то сходство хотя они разные но вот наверное в том что они не нравятся нахожу сходство объединяющий такой момент что к и так же я подумала про новую идуль ауру которая вышла меня только что заинтересовало название аура мне сразу подумалось вот вспомнилась моя аура от мюглер которую я очень люблю и вот это вот меня как немножко расположила знаете тоже такой своего рода вот объединяющий момент она уже со знаком плюс но тем не менее в магазине я довольно прохладно подошла к этой новинке решив для себя что мне не сильно это интересно но поскольку я чек такой толерантно я понимаю что это лично мое мнение и она совершенно никак не касается других людей сказать чтобы люди с большим опять же интересом отнеслись к аромату тоже не могу интерес довольно средний довольно средний например так к тому же аромату от прошлого года который помните назывался майвей и для меня он скорее относился к разряду не понравившихся мне ароматов вот я не могу не отметить что интерес к майвей был довольно огромный неправильно сказал хотел сказать довольно большой и одновременно хотел сказать огромный он был действительно большой он был большой поэтому в сравнении конечно и доля аура например проигрывает но вот дома сейчас на блотере и опять же отстранясь и абстрагируясь от парфюмов в нашем магазине все таки я его оценила и сделала вывод что он для меня интересен он зазвучал в домашних условиях спокойных у меня он зазвучал свежо не как его предшественники послетела вот эта пудровость слетела кремовость и стала просвечиваться такая нежная бело-зеленая цветочность вот как знаете как в ресиста был от фурла не путайте с живанши да как его плеже от эсти лаудер вот я не так давно снимала видео и говорила что для меня эти ароматы имеют схожесть схожие ноты и вот этот третий аромат я его вычленила эмбирическим путем для себя который также имеет вот эти свежие ноты это стало интересно то есть он очень мне понравился в базе послушайте ладно если будет возможность интересно ваше мнение с моим совпадет или нет так что это было открытие поехали дальше следующий аромат еще много а уже 14 почти 15 минут и так следующий аромат нас с вами будет не роли амбре от нарцисса родригеса в туалетной водички часы тут найду ся не роли амбре так азуры аура вот они не роли и так нарцисса родригеса своей новой туалетной водичкой 21 года не роли но мы зовем кратко не роли да не роли от родригеса и у меня записана цена 30 миллилитров в нашем магазине стоит 3800 рублей знаете что я уже рассказывал что у меня есть коллекция ароматы от нарцисса родригеса их там пять штук значит и также говорила не раз о том что например кубики это не совсем моя история я предпочитаю его первые ароматы в более вытянутых флаконах да и история с кубиками она как-то прошла стороной мимо меня не зацепив пожалуй только аромат вот в белом кубики пудры который называется пожалуй он действительно там где-то это в последнее время в магазине я почему-то его отметила для себя все остальные кубики красные и оранжевые вот в туалетной парфюмированной воде как-то не не получается у нас с ними вот вышел вот этот вот не роли тоже в таком оранжевом сейчас нами видите кубики с прозрачной крышкой не могу сказать что прям сразу понравился мне но он стоял у нас на акции в магазине это я за вам сейчас я озвучила вам 30 миллилитров 3 800 а у нас в магазине было странно был выпуск новинка и обычно новинка в течение года никогда не падает в цене на то она и новинка а вот в этот раз что я не пойму я вообще хорошо вы вижу или нет а вот в этот раз значит новинка стояла у нас по классной цене 50 миллилитров 3499 рублей представляете а вот сейчас уже 3 800 за тридцатку чувствуете разницу и продавался аромат бомбезно вот только что я вам сказала что например аромат вот да и доль аура продала по ну как бы так более спокойно азуре еще более спокойно да нету никакого ажиотажа вокруг этих новинок а что касается вот этого аромата не роли то был ажиотаж по хорошему спрос превышал предла превысил потому что уже это прошла акция превысил предложение люди бы еще покупали его если он стоял на акции по акции не закончилась поэтому вот можете судить это то что творится в магазине с по поводу покупки этого нового аромата какой то он с вашей стороны выстрелил или нет я считаю что старт был удачный что касается самого аромата если так немножко сразу какие-то характеристики и в сравнении то что мне он понравился в отличие от других кубиков я уже сказала на старте очень яркие нерали примут очень яркие цветы нерали его сразу стали сравнивать на фрагрантике с том фордовскими нерали нерали портофина которых я делала прошлое свое видео но для меня это нерали совершенно ну вот ну не похожий но есть там что-то так тоже цветок один но знаете роза пахнет розой да вот в этом смысле здесь тоже но не роли они и в африке не роли но все-таки ароматы разные во схожести для меня нет как таковой очень яркие тома форда немножко на такой мужской унисексовый манер изначально даже помните говорила одеколонистый грубовато здесь нет здесь нет никакого унисекса и никакой одеколонистости и никакого вообще отсыла к мужскому парфюму здесь яркий цветочный женственный парфюм интенсивный очень на старте поэтому уже там написали тоже программе что на старте там до интенсивный потом затихают эти нерали он становится тихим близко кожи не так шлифит как его предшественники я не обладаю этим опытом поэтому я с ними спорить не стану скажу просто что он на во всяком случае когда наносишь его в магазине звучит в отличие от многих других ароматов очень ярко и звучно вот как слон от кинзо то есть вы его и когда мы стоим так в свое время звучали два последнего время звучали два только аромата это опять же майвей и и так звучал лентерди уже ванши вот эти два аромата когда ты наносишь их в одном углу магазина ты чувствуешь их с другой стороны до в другом углу в противоположном вот это я могу сказать также и о нарциссо родригесе об этом аромате не роли поэтому ну вам рекомендую если вы заинтересовались то просто по на по наносить на себя и уже посмотрите как на вашей коже шлифит он стоит он там полдня или нет поехали дальше и так следующий давайте все таки я вам еще скажу несколько слов про кинзо и потом будем как-то карате уже заканчивать на про кинзо флауэр байкинзо в туалетной водичке тоже аромат двадцать первого года а сейчас я его у себя найду если он у меня есть но наверное есть да вот он флауэр байкинзо слушайте порадовал меня очень это аромат скажу сейчас чем ну кратко ноты верхушка лимон личи мандарин имбирь в сердце сердце роза мимоза роза мимоза помните да вот это но ты мускуса гибисуса ну так и тут роза мимоза ромашка в базе мускус ваниль пачули и амбра вот так в общем чем порадовал да нет эти про начало начало у него спокойное что касается если сравнивать его с предшественником в таким же названием флауэр байкинзо поппи буке в парфюмированной воде аромат двадцатого года для меня он был все-таки слишком сладким не так сильно чтобы он меня впечатлил если сказать не впечатлил и для меня все-таки для лет он как-то был сладкий а дальше в зиму например я его не очень видела поэтому ну не впечатлил аромат парфюмированной воде вот этот аромат тоже по когда вышел я сначала думала думала что вряд ли я впечатлюсь но на самом деле он более приятный в начале в старте то есть он заметно тоньше заметно прозрачнее легче не такой слащавый если сказать что он вот прям не слащавый совсем он нежный нежный летний не могу сказать что прям какой-то экстра выразительный нет это для любителей все-таки таких спокойных нюдовых ароматов в стиле кинзо вот поэтому это вот для них но начало спокойно и такой знаете пудрово-розовое облачко вот такой для меня но чем порадовал то сначала было приятно я отметила что вот он нравится мне реально если сравнивать особенно с парфюм парфюмкой но что больше поразило поразил он в базе вы знаете в базе он мне напомнил классные старые ароматы я не могу сказать точно какой аромат он мне напомнил это какое-то наверное скорее такое впечатление общее но аромат делал альберто марильяс и вот много ароматов он сделал по моему он их знаете он так исправно штампует ароматы для разных брендов парфюмерных и не всегда я в восторге от них так сказать но вот этот аромат в базе напомнил мне какие-то приятные старые такие классные вот прям не стыдно сказать классные ароматы старой французской школы то есть когда ароматы были реально классными не похожими здорово сделанными каждый аромат был шедевр он мог вам нравится нет но вы сразу понимали что все равно перед вами шедевр вот из этой серии в базе почему-то у меня знаете вот этот кинзо и не могу я просто вспомнить не могу я хожу несколько дней не могу вспомнить он и я если вспомню напишу но попробуйте также поэкспериментировать то есть только в базе возможно это только на блотере на бумаге я не знаю может быть на моей коже вот так не будет но но настолько мне показался классным в базе что я мучаюсь и не могу вспомнить что мне напоминает но что-то очень-очень классная а вот поэтому я прям найти в мяч порадовала вот это меня всегда радуют какие-то хорошие качественные вещи вот и расстраивают штамповки дальше ну дальше давайте про майвей его надо как-то все-таки в этот раз похвалить я сейчас найду для него хорошие слова и так вот у меня тут два блотера майвей классический не классический первый флагманский арабатый майвей интанс который вышел вот сейчас и встал уже на полке в рифгош во всяком случае встал и так 30 миллилитров 5500 у нас сейчас идет никакой на него акции нету вот так вот сам себе встал и идет слушайте ну значит сначала два слова откровения и так что такое майвей интанс кратко те же яйца только в профиль вот если кратко это так что майвей что майвей интанс закройте глаза и разницу вы почти не почувствуете вот только он чуть-чуть поинтенсивнее впечатление такое что один просто немножко дольше лежит а вы его раньше нанесли а другой вот прям вот недавно вот только в этом разница хотя я ноты посмотрела они разные но тем не менее аромат вот как я уже сказала те же яйца только сбоку или там давид в профиль все но все-таки раз уж мы с вами говорили здесь про качество про стойкость про шлейф аромата не могу не отметить что людям он нравится и этот аромат понравится однозначно тем кто любил предшественника вот этот вот майвей двадцатого года кто любит яркие шлейфовые фруктово-цветочные ароматы этот аромат также придется ко двору просто для меня это очередной фланкер не пойму зачем он был сделан нет ну конечно понимаю потому что да всем хочется кушать как это кушать ходься поэтому и в общем мы лепим очередные фланкеры совершенно вот точно такие же как и предыдущие вот ноте это помните была ситуация у меня тоже уже было какое-то время назад может год назад видео может весной когда я сделала видео и рассказывала про си интанс был си классический потом вышел си интанс я тоже не поняла этого юмора все тоже самое как и здесь вот абсолютно ситуация похожая в этом майвей все тоже самое но опять же похвалю и скажу что да стойкость очень хорошая шлейф великолепный и люди этот аромат любят женщины девушки и мужчины покупают с удовольствием я понимаю что это люкс который действительно пользуется популярностью но если он нравится так такому количеству людей значит знаете как говорится что-то в этом есть поэтому вот так поехали дальше и несколько слов про дольче габбана новый аромат который называется форево знаете что про форево тоже скажу на приятную вещь потому что форево я сначала когда он вышел подумала что ну а это блин ничего такого вообще интересного но поразнашивая сейчас этот аромат вот так вот походя с ним с блотером знаете нет он даже интереснее чем light blue как ни странно для меня вот мне как-то это показалось странным обычно все таки первая версия всегда интереснее но в этом случае может потому что light blue уже как-то вот может у нас комину набил я не знаю даже не хочу об этом думать но вот данный момент для меня это аромат более интересный ну давайте быстренько лимон апельсин зеленое яблоко в голодных нотах апельсин цветы апельсина и белые цветы в сердце вот тут он и белый мускус кедра кашмиран слушайте мне пахнет аромат джасмином он действительно почему джасмина здесь нет но мне пахнет джасмином он не отчасти напомнил два аромата это зеленый чай это лизабет ордан как будто их немножечко скрестили и знаете еще какой аромат glow от дженнифер лопес там много жасмина поэтому мне я думаю напомнил glow вот этим своим каким-то и легковесностью своей он мне напомнила лизабет ордан зеленый чай который я тоже очень люблю по моему он у меня в болгарии остался этот зеленый чай и вот я скучаю вот смесь такой микс из этих двух ароматов и ну и и капелька классического light blue то есть те же таким как будто бы морские свежие нотки не морские даже акватические и как будто бы с небольшим количеством солюшки да так присоленные и вот вам новый аромат форева в целом неплохо но очень нюдово мне кажется и близко кожи шлейфа вот какого-то такого всплеска взрыва такого о каком айвы он не даст вам но возможно летом это и не нужно чтобы не задушить никого и как-то самому чувствовать свежести прохладу поэтому в целом плохого вообще не могу сказать наверное все таки говорю только хорошее так и хотел еще на последнее сказать вам хотя уже 29 минут последний наверное скажу про аромат от сейчас black opium extreme black opium extreme тоже от эвсен лоран слушайте не могу ничего сказать хорошего потому что опять же просто мимо мимо меня классический black opium гораздо интереснее опять же для меня интереснее версия blanche она хотя бы молочно-сливочная в ней хотя бы знать чуть меньше кофе но больше сливок до больше молока и это разница ощутимо остальные ароматы неон и какой-то там еще до прошли вместо прошли мимо меня вот так же и этот новый аромат он совершенно мне он показался ну ну просто ни о чем раз в десять разбавленный black opium и больше ничего поэтому это было мое мнение и в общем для меня это аромат не представляет никакой ценности красивый флакон он сделан таком он уже наверное девочки уже выставили его когда я уходила вчера с работы мы его еще не выставили но у нас есть уже и тестер и на сами ароматы наверное сегодня его уже поставили в магазин на полке поэтому посмотрите подойдите послушайте как всегда красивые произведения искусства флакон но аромат вот как-то пролетел мимо все и закончу я на последнем аромате наверное от марки живаншета и ресиста был в туалетной водичке 50 миллилитров у нас стоит 4233 рубля про и ресиста был розовая вода лист черной смородины в головных нотах в сердце роза дамасская роза ирис и мускус кедра в базе знаете что в двух словах аромат который нравится опять же женщинам нравится я не могу сказать что они его покупают просто буквально вот вслепую сразу и также активно как они скупали майвей и лентерди нет те ароматы все-таки больше побили рекордов так вот на по моим наблюдениям в магазине но он женственный он пудровый он не могу сказать что какой-то знаете опять же поразительный для меня нет он более такая тихая версия своего предшественника знаете как помните в этом фильме форест гамм вот и все что я могу об этом сказать поэтому ребят все на этом я заканчиваю вот и все что я вам могу на это сказать и была рада что вы были со мной пишите если вы знаете новинки слушали их уже еще пишите как всегда пишите ладно будем с вами общаться вот надеюсь ругаться не будем а будем просто общаться потому что мы все с вами интеллигентные люди и умеем поддерживать диалог и даже если мы не согласны во мнениях то для этого есть совершенно другие обороты речи когда каждый высказывает свое мнение не обижая другого поэтому все без ушки без ушки